Майнкрафт Виртуально, в игре. Трое детей. Их вызвали на допрос, дали государственного адвоката. Двое с таким защитником на допросе ФСБ, естественно, признали вину, третий не признал. Теперь двое под домашним арестом, один в СИЗО. Всем троим предъявлено обвинение. Сначала квалифицировали по статье 205.3 прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Это в Майнкрафте. Надо понимать. Потом переквалифицировали на более тяжкую 205.4. Организация террористического сообщества и участие в нем от 15 до 20 лет. Детям. Один в СИЗО. За игру в компьютере. И переписку ВКонтакте. 14-летний ребенок в СИЗО. До 20 лет. Если вы хотели знать, что было при сталинизме, так вот это. Я не знаю, действительно ли такая новость выдумана или по-настоящему, потому что ссылки нет. В каком городе, какие имена, кто следователь и так далее. Но вот похоже, что именно так действуют органы, которые по ошибке называются правоохранительными. Они никакого права, конечно, не охраняют. И подобные дела вполне возможны. Может быть, это гипотеза, что мы катимся именно к этому. Дети в подвале играли в гестапо. Зверский и замучен дворник Потапов. Это черный юмор советского периода. А сейчас это будут материалы следственных дел. Все к этому катится. Другая новость тоже, которая похожа на фейковую. Я не нашел первоисточника. Якобы в Министерстве здравоохранения приняли решение о включении отказа от ношения масок в диагностику психиатрических заболеваний. И что якобы там есть какое-то управление психиатрическое в Минздраве. И там его руководитель по фамилии Гурлиц сказал, что жалко, что у нас раньше не было полномочий, а теперь вот есть. Теперь как-то полицаи смущались. Теперь они будут смущаться. Теперь они будут звать на помощь медиков. А медики, санитары будут руки крутить. Вполне возможно, что мы тоже к этому скатываемся. Действительно какие-то будут предприниматься вот такие меры. То есть понятно, что на самом деле все эти масочники это реально психи. Вот реально психи. У них с головой не все в порядке. То есть это люди либо инфантильные, они не способны самостоятельно мыслить, либо уж совершенно сумасшедшие. Посмотрел тут ролик, где показывают, как замеряют атмосферу под этими масками. Вред очевидный. Он наступает буквально через 10 секунд. Обычные приборы, которые сертифицированы, просто засовываются под маску, измеряется количество кислорода или количество накопленной углекислоты. Вот смотрим. Количество кислорода должно быть от 19,5% до 21%. Это норма. Но 21% кислорода это то, что содержится в свежем воздухе. Но 19,5% еще считается допустимым. А под маской 17,5%. То есть кислородное голодание наступает, значит плохо начинает работать мозг. Отсюда и психоз. Или может быть этим людям не нужно потреблять дополнительный кислород, можно снижать, и у них все в порядке. Достаточно. Мозг и так достаточно снабжен, и он привычен к этому. И вот по СО2. Измерение в единицах. Не очень понятно, что это за единицы. Считается нормой 250-300 единиц. Норма по СО2. То есть это свежий воздух. 350-1000 единиц это для помещений. Там уже воздух не совсем свежий. 1000-2000 единиц. Уже проявляются некоторые симптомы сонливости и снижения работоспособности. От 2 до 5000 единиц. Ощущение духоты, учащение пульса, чувство тошноты. От 5000 единиц начинается отравление. Это уже грань свыше 5000 единиц. Считается, что в этой атмосфере находиться нельзя. Под маской за считанные секунды накапливается углекислоты 10 тысяч единиц. Все это эксперимент с сертифицированными приборами. То есть под маской вы реально отравляете себя. Тоже убиваете свой мозг прежде всего. Недостаток кислорода и избыток углекислоты отравляете свой организм. Я поговорил со своим сыном, врачом, который вынужден работать в маске как профессионал. Он мне реально подтвердил, что да, в маске работать очень тяжело. Надо периодически прекращать работу, продышаться. Или по крайней мере, когда длительная операция, надо спустить маску и дышать через нос. То есть надо все-таки стараться дышать воздухом. Не через маску. То есть маска совсем другие функции выполняет. Тем более, что медицинская маска-то она все-таки качественная. А вот эти маски, которые вам раздают или продают по совершенно немысливым ценам, это просто имитация. То есть специально назначена для того, чтобы вам нанести вред. То есть вот эти все собянинские, путинские и прочие, все эти указы, рассказы, все эти полицейские меры. Вы одеваете маску по принуждению или добровольно. Вы наносите себе вред. Это совершенно очевидный мазохизм. То есть вы готовы выполнять требования по вашему же уничтожению. По дебилизации и по отравлению вашего организма. Вы будете помирать не от вируса, а от того, что вас делают больными. И от того, что прекратили лечить многие другие болезни, которые начинают выдавать за ковидные, а они на самом деле совершенно другие. Тест, который используется для определения заражения вирусом ковид, выяснено, это все подтверждено профессионалами. И даже тем, кто изобрел этот тест, что этот тест не показывает ничего. У него ошибка, как говорится, плюс-минус километр. И я услышал, как признали те самые, кто пропагандирует этот ковид, что в 30% случаев не диагностируется. Он есть, а не показывает этот тест. А как это можно определить? Да по-другим есть другие симптомы, не по какому-то там тесту. Симптомы есть. Вот без симптомных болезней не бывает, они всегда с симптомами. Просто симптомы скрыты, их надо выявлять. Вот тест, этот тест, который применяется для ковида, не выявляет симптомов. Если он не определяет 30% случаев этого заболевания, то наверняка он и как минимум 30% дает ошибку. То есть это чудовищная ошибка. Вас объявляют больным, а вы не больной. Или вас объявляют здоровым, а вы не здоровы. Вот и все. То есть все, что сделано здесь, это действия людей, сознательно стремящихся нанести вред максимально большому количеству людей. Когда у пресс-секретаря Путинского Пескова спросили, а почему Владимир Владимирович до сих пор не вакцинировался? Он ответил, ну надо же вакцинироваться-то сертифицированной, уже проверенной вакциной. Вот когда пройдут все тесты, все испытания. А что же вы всех-то агитируете вакцинировать себя в добровольном порядке? А, так вы просто добровольцы, вам предлагают непротестированную вакцину, а вы претесь и вакцинируетесь. А что же вы тогда принуждаете тех, кто находится под присягой, под приказом сотрудников силовых ведомств, прежде всего в армии? Вы насильственно вакцинируете людей, вы принуждаете их, если не выкручивая руки и насильственно не вкалывая, то психологическим давлением? Это геноцид. Это геноцид. Давайте мы осознаем, что в стране, в Российской Федерации, в других странах кто-то другой осуществляет геноцид. Здесь осуществляют геноцид официальные так называемые власти. То есть самозванцы, захватившие власть и стремящиеся нанести максимальный урон. Это самый настоящий садизм. Но есть люди, которые ответно встречают с радостью все эти меры. Это мазохисты, это союз садистов с мазохистами. Мы, нормальные граждане, не то и не другое. Есть, правда, такой вид мазохистов, которые говорят, вот этот садизм нам не подходит, верните нам прежний. И самый такой вот рафинированный. Я тоже читаю в сети по поводу всех этих коммунячьих мечт. Вот мечта у них есть. И вот пишет человек, не жили богато и нечего ей начинать. Люди одобряют действия воровской власти. Им нравится этот президент, его друзья, Дума, правительство, пропаганда, ненависть к мигрантам, к Западу. Нравится, что страна участвует в военных конфликтах и угрожает планете ядерным апокалипсисом. Хочется гражданам репрессий, публичных процессов над поэтами-тунеядцами, врачами-убийцами. Очень хочется, чтобы вновь поехали на Магадан шпионы и вредители. Можем повторить, говорят граждане, вспоминая 42 миллиона, но это неправильная цифра. Реально 26, не больше погибших соотечественников во Второй мировой войне. Можем повторить, говорят граждане, о коллективизации и голоде. Можем повторить, говорят граждане, о стройках силами заключенных ГУЛАГа. Ну, тут явно писал такой либералистический человек. Вот ему как бы комментирует его другой человек. Мои знакомые говорят, в СССР у нас дома было много кур, уток, поросят. Откормили ворованным в колхозе зерном или копеечным хлебом. Я работал в советских временных хлебокомбинате. Знаю, что зерно, мука были импортные для хлеба. Советский хлеб был десятикратно дороже, чем продавался населению. И поэтому нигде в мире настоящим хлебом не кормят скот. Это разорительно и для государства. Нигде в мире не работали в колхозах шефы рабочей промышленности, ни крестьяне. Большинство предприятий лепили ненужную никому продукцию. Всем хватало работы, но бессмысленной работы. И все мечтали об импортных, а не советских вещах. Ну и сейчас любители стаканчика водки каждый день к ужину или даже к обеду на работе говорят, а что, фу, файка, очень хорошая одежда и кирзовые сапоги. Хотя большинство людей уже забросили огороды, и никто не хочет содержать дома коров. Не хотят горбатиться без выходных, как наши старики. Лишь пустая зиганская пропаганда во славу КПСС. Не вижу разницы между ковидобесием и коммунобесием. Не вижу разницы. Что те, что другие. Ну, правда, ковидобесие – это уже что-то неизлечимое. Действительно, в одной голове и садизм, и мазохизм. Готовы мучиться и мучить других. Ну, примерно то же самое ведь и для коммунистов. Они мечтают кого-нибудь мучить, чтобы вокруг все мучились. Но вот чтобы от этого получать наслаждение, пусть даже с риском самому помучиться. Тем же самым ходить в фу-файке и в сапогах. Работать на ненужной никому работе. Или получать доступное образование, которое тоже никому не нужно. И так далее, и так далее. Выход только один. Русское национальное государство, русские люди у власти. Они разберутся со всем, в том числе и с теми бесами, и с этими бесами. С теми мазохистами и этими. С теми садистами и с прочими. И эта власть установит, кто прав, кто виноват. В том числе и в историческом плане. Предоставив возможность гражданам получить достаточную информацию о том, кто есть кто в нашей истории. Прежде всего в истории 20 века. Которая вся изолгана коммунистами, прежде всего. И продолжает искажаться нынешними поборниками СССР как пример для подражания. Это никакой не пример. Это пример того, как не надо делать. Причем во всем. Даже там, где впереди планеты всей, то же самое. Все то же самое. Когда десятки миллионов проживали в нищете. Работали для того, чтобы обогнать Америку. Запустить очередную модификацию космического корабля. Сначала белка-стрелка. Спутник-белка-стрелка. Потом только на Луну не успели. Обогнали американцы. И то большой вопрос, были ли они там. Ну, это уже совершенно другой вопрос. А сейчас нам надо сконцентрироваться на том, чтобы самим не попасть в ситуацию ковида-беси. Уклониться от всех форм истязания, которые предполагает Путин и его сторонники для подавляющего большинства граждан. Сами могут ходить без масок, да. Сами не будут прививаться нас, будут пытаться прививать. Любыми способами, вплоть до подкупа вакцинаторов, мы должны уклоняться от всего, что нам пытаются предначертать в законах, правилах, указах и так далее. Уклоняться всеми возможными способами. Естественно, от выплаты всяких штрафов, которые на вас налагаются. В нынешней ситуации платить штрафы, платить налоги, платить там какие-то судебные издержки. От всего этого надо стремиться уклоняться. Потому что эти люди абсолютно чужие. Нам их власть абсолютно не нужна. Нам их законы абсолютно не нужны. Нам их структура, управление абсолютно не нужна. Нам нужно все то же самое, только свое. Тогда можно будет платить налоги, и тогда добропорядочный гражданин будет стремиться к тому, чтобы самому жить по закону. А по нынешним законам, которые наклепали назначенные депутаты Государственной Думы и Совета Федерации, по этим законам жить невозможно. По этим законам можно только умирать. А нам надо выжить, построить настоящую, истинную русскую Россию, продолжить ее, продолжить исторический путь нашего народа. Долой преступную власть, слава Руси, Господи спаси.